добрый день дорогие друзья с вами автосалон про тюнинг и мы занимаемся продажей автомобилей из любой точки мира сегодня мы с вами посмотрим на mercedes maybach gls 600 который мы пригнали абсолютно новым из германии этот автомобиль известен всему миру благодаря тому что он умеет прыгать я думаю каждый видел только когда машина едет вот так вот скачет прямо по земле достаточно интересная функция благодаря hydra пневмоподвески и body active это очень продвинутая система которая чуть позже мы расскажем а сейчас начнем с передней части автомобиля что у нас тут имеется это соответственно максимальные фары multi bim лет который понимает ситуацию на дороге освещают вам абсолютно все и не слепят встречный поток очень удобно для дальних дорог на это автомобиль и можно далеко передвигаться благодаря заднему ряду который максимально комфортный переходим далее решетка радиатора которая здесь была изменена с вертикальными ламелями огромное количество хрома на передней части с решеткой под радиатором она у нас полностью вся хромированная даже с этими элеронами и собственно накладкой снизу автомобиль показывает нам каждым своим элементом что он максимально премиальный роскошный и дорогой перемещаемся на боковую часть здесь у нас стоят колеса нестандартного 22 размера как на галейсах а уже увеличенные 23 опять же огромное обилие хрома он прям весь абсолютно хромирован это диск еще очень примечательная деталь что все спицы его повторяют дизайн на решеткой радиатора это такие мелочи над которыми дизайнеры задумываются и автомобиль получается у нас цельным собранным и очень стильным перемещаемся далее естественно на боковой части у нас тоже большое количество хрома нестандартно как у всех автомобилей молдинги но еще и центральные вставки на дверях у нас тоже естественно хромовые хром на ручках дверей хром на порогах накладках если мы откроем дверь у нас выльниться подножка которая тоже хромированное посмотрите какой она формы тут все показывает что это автомобиль для людей которые ездят сзади потому что задняя ее часть у нас расширенная чтобы было более удобно садиться безумно красиво выглядит вся эта система и собственно опять же она задвигается обратно когда мы закрываем дверь перемещаемся чуть далее и еще один элемент который нам показывает что это не просто mercedes gls а maybach это большой шильдик на заднем крыле с логотипом maybach а если вдруг вы являетесь владельцем такого же mercedes gls 167 кузове мы можем в нашем тюнинг ателье сделать рестайлинг автомобиля в его более дорогую богатую версию а именно maybach либо поставить на него огромное количество других обвесов потому что на данный автомобиль на другие бмв например land rover toyota и так далее в наших тюнинг ателье существует огромное количество решений для любого автомобиля задняя часть автомобиля у нас в принципе узнаваемо это все тот же gls но есть несколько отличительных особенностей а именно шильдик maybach понятное дело что это не простой автомобиль который нам показывает что-то самая максимальная версия измененный задний бампер в котором идет хромированная накладка по всей ширине автомобиля и хромированный диффузор с насадками выхлопа который тоже в себе имеют особенность именно maybach автомобилей это молдинг поперечник который идет по всей ширине насадки выхлопа открываем багажник и здесь нас встречает настоящая роскошь это задняя полочка которая отделана из коричневой кожи имеет себе шильдик maybach но это не простая полка а с обратной ее стороны у нас имеется шумоизоляция дополнительная то есть если вдруг вы возите с собой какие-то вещи которые могут издавать громкий звук здесь еще стоит холодильник который тоже может издавать звук это с полочка собственно нас защищает от шума который исходит из части багажника еще из вещей которые здесь необычные это отделка крышки багажника именно внешние и в белую кожу с белой строчкой максимально роскошно даже замок у нас отделана с кожи безумно люксово все это собственно выглядит и на боковой части на стандартно имеется прикуриватель для зарядки техник который вы будете с собой возить и большое количество крючков по всему багажнику салоне на встречает изобилие роскошных материалов потому что абсолютно все у нас отделана в коже прекрасно такой белый цвет сочетании с коричневым с белой строчкой все очень хорошо играет друг с другом даже здесь если мы посмотрим на центральной панели у нас идет белая строчка на белой коже которая переходит в коричневую строчку то есть максимально дизайнеры поработали над продумкой каждого отдельного маленького элемента и даже внутренние карманы дверей которые обычно у нас пластиковые здесь отделаны в кожу то есть во первых это статус во вторых это практичность потому что если сюда поставить например бутылку об обычный пластик она будет очень громко биться это будет неприятно некомфортно в автомобиле такого уровня где шумоизоляция хорошая соответственно в кожаной отделке внутреннего кармана бутылка не будет так громко у нас звучать это же кожа повторяется на руле то есть белая кожа по бокам на центральном сигнале сверху снизу у нас идет черный рояльный лак и снизу у нас еще повторяется логотип майбах как раз таки смотрится очень контрастно максимально эффектно и безумно красиво если мы посмотрим прямо под ноги мы видим железные педали накладки на них с логотипами майбах тоже опять же еще раз повторяю что дизайнеры продумали каждый элемент каждую мелочь абсолютно и у нас по передней части и по задней на центральной консоль на дверных картах идет черный рояльный лак с такими белыми полосами что напоминает нам палубе яхты я думаю в детских машин будут вспоминать как раз таки те самые яхты которые имеют себе в такой в себе такой же дизайн и потолок тоже не исключение у нас сделан из алькантары полностью и ручки у каждого человек который будет сидеть у нас отделаны в кожу то есть абсолютно куда не прикоснуться у нас идет роскошь премиум и комфорт приборная панель с экрана мультимедиа у нас как стандартным глэси тоже совмещены в один большой экран который располагается у нас почти на половину салона собственно в майбахе тоже самое перемещаемся чуть ниже стандартная центральная консоль только единственное визуальное отличие это ручка на которую мы кладем свою руку чтобы пользоваться мультимедиа панелью с логотипом майбах еще из комфортных удобств что у нас здесь есть передние два подстаканника могут как подогревать напитки которые вы здесь возите так и их охлаждать и еще у заднего пассажира есть дополнительный один подстаканник для подогрева и охлаждения напитков теперь пойдем назад посмотрим что там имеется вот мы на заднем ряду на самом удобном месте в этом автомобиле сзади справа потому что она может раскладываться в лежачее положение чтобы было комфортно перемещаться на дальней дистанции естественно имеет себе память сидений подогрев вентиляцию массаж все что необходимо чтобы с максимальным комфортом перемещаться как на правом сидении так и на левом далее из комфорта который здесь у нас присутствует на заднем ряду естественно стандартно как на всех железах управление климат-контролем которые здесь четырехзонный снизу у нас идет дополнительная ниша которую мы можем открыть и у нас здесь есть еще и зарядка стандартная европейская на 230 вольт дополнительный отсек для различных аксуаров и мелочей и еще одна зарядка с type-c разъемом дополнительные зарядка у нас есть под локтем еще одна ниша для мелочей два разъема usb type-c для зарядки телефонов и разъем для беспроводной зарядки смартфонов чуть выше на центральном подлокотнике у нас идет планшет который управляется весь комфорт который имеется на заднем ряду то есть тот же климат-контроль массаж сидениях настройки различные и так далее этот планшет можно естественно еще и достать и пользоваться им не из этого положения а с гораздо более удобного прям перед собой по всей крыше у нас идет панорама которая закрывается полностью шторкой еще шторки у нас есть на боковых стеклах то есть можно прям полностью закрыться от окружающего света от окружающих взглядов если хотите и ехать с достаточным комфортом обращаемся назад видим здесь еще один отсек в котором у нас имеется холодильник чтобы можно было охладить ваши напитки в дальнюю дорогу шампанское если хотите воду и так далее а в качестве музыкальной системы у нас здесь стоит акустика бормистер это максимально сочное громкое звучание такое какое должно быть в премиальном автомобиле под капотом у нас установлен четырехлитровый бензиновый двигатель который выдает 557 лошадиных сил и 730 метров крутящего момента и работает он в паре с девятиступенчатым автоматом а разгоняет такую большую массивную машину до 100 километров в час всего за 4 9 секунды представьте да это не супер показатели таком автомобиле я думаю это не главное что нужно но тем не менее такую большую машину может разгонять за это время и еще даже под капотом у нас имеется шильдик maybach то есть в каждом уголке машину мы понимаем что это не просто mercedes а это его величие maybach и так та самая система и актив body control нужно она для оффроуда то есть если вдруг заехали на пересеченную местность где-то застрялись забуксовали например в песке вот этими самыми раскачивание машина помогает как раз таки выехать вам из такой ситуации давайте протестируем посмотрим каково это в салоне ощущается очень эффектно потому что машина прям начинает раскачивать думаю на камеру это максимально видно насколько она прыгает вот она прям максимально сейчас начала это все делать и собственно как раз такими такими движениями машина прям выезжает из наверное любой ситуации выглядит максимально эффектно я думаю любой кто делал эту функцию в автомобиле делали в первую очередь для того чтобы эффектно показать этот maybach еще есть дополнительная функция благодаря которой можно каждое отдельное колесо поднять либо опустить как раз таки чтобы еще было больше возможности для того чтобы выбраться из любой ситуации то есть можем отдельно например сейчас поднять переднее левое колесо спустить заднее правое и так далее как вам нужно полностью машину выставить по уровню и уехать из любой ситуации и так maybach gls 600 это эталон роскоши и комфорта и данный автомобиль можете посмотреть в нашем автосалоне по адресу город краснодар улица российская 263 либо заказать другие машины в наших автосалонах городе москва и ставрополь и не забывайте обязательно подписываться на канал